Всем привет, меня зовут Анна Блок, и сегодня в этом видеоролике я выскажу свое мнение по поводу программистов-самоучек. Итак, кто же такой программист-самоучка? Программист-самоучка, на мой взгляд, это человек, который не учился в специализированных вузах и не имеет диплома государственного образца. Хорошо это или плохо, давайте разберемся с этим. Стоит отметить, что данная тема, которую я озвучу в этом видеоролике, мне близка, так как меня, по сути, тоже можно отнести к категории самоучек. Возможно, большинство из вас вспомнят уроки по HTML и Pascal, которые преподавали в школе. На тот момент мне казалось, что это не мое, и я была уверена в том, что свою жизнь связывать с программированием я точно не буду. Но, как оказалось, это единственное, в чем я ошибалась. После того, как я поступила в институт, на втором курсе у нас тоже был урок по созданию сайтов. Но я совершенно ничего нового не узнала, так как основное задание, которое нам давали, это переписать код из методичек в редактор кода. Нам не объясняли, за что отвечают теги, нам оставалось лишь догадываться. Но, тем не менее, знания в школе, которые нам преподавали по HTML, говорили сами за себя, и многое из этого я уже, в принципе, знала. Я более чем уверена, что если у вас была информатика в школе, то вас заставляли делать бегущие строчки, которые начинались от правого края до левого края экрана, вставлять несколько безумных мерцающих элементов, желательно в GIF-формате, и при этом, чтобы все в общем и целом это выглядело в таком старом стиле 98-го года, когда CSS еще не было, и интернет только зарождался. Если вдруг по какой-то причине вы соскучились по такому стилю, то в веб-дизайне этот стиль называется брутализм. Для чего я это все вам рассказываю? Прежде всего, я это рассказываю не для того, чтобы вы окунулись в ностальгию, а для того, чтобы вы понимали, какой уровень знания в мире кодинга у меня был на тот момент. Стоит отметить, что специализированного образования у меня нет, я экономист, это то, что у меня написано в дипломе, поэтому все свои знания я черпала извне, а именно в основном из книг и открытых источников, которые находятся в сети интернет. На последнем курсе института я стала понимать, что работать тем, на кого я училась, я точно не буду, поэтому углубилась в веб-дизайн и основы верстки сайтов. И после института я устроилась в офис в качестве верстальщика, и что самое главное, у меня не спрашивали мой диплом, меня спрашивали лишь о тех навыках, которыми я владею. Уже прошло несколько лет с тех пор, как я работала в качестве программиста-самоучки, в данном случае как фронтенд-разработчик, и уже могу сформировать свое определенное мнение по поводу программистов-самоучек. На данный момент я общаюсь со множеством веб-разработчиков и могу с уверенностью сказать, что диплом в нашем ремесле не так уж и важен. Самое главное, чтобы вы стали человеком решения для той компании, куда вы трудоустраиваетесь. И что я имею в виду, конечно же, я сейчас объясню на примерах. Предположим, я руководитель веб-студии, и наше основное направление – это создание имиджевых крутых промо-сайтов. И предположим, что я ищу верстальщика, который не боится делать сложные элементы на сайтах, анимировать их, также имеет чувство прекрасного и вообще готов постоянно вкладываться в свое образование. То есть для себя находить что-то новое и решать те проблемы, которые стоят в каждом конкретном макете. Конечно же, в моем случае лучше сразу взять знающего человека, который не боится таких сложных макетов, но давайте разберем, что мне необходимо взять новичка, который я буду выращивать внутри своей компании. И здесь, на самом деле, есть два варианта того, как может поступить себя новичок. Первый вариант – это новичок, который не готов брать на себя ответственность, то есть, условно говоря, паразитировать на других. Такой человек с большой долей вероятности будет спрашивать руководителя, как ему сделать так, чтобы картинка стояла грамотно на сайте, особенно учитывая, что я в прошлом тоже верстальщик. И второй вариант – он может говорить о том, что веб-дизайнер плохо рисует, здесь нельзя это поставить, это, это, но все упирается лишь в то, что он не готов вкладываться в обучение и искать новые решения. И второй вариант – это будет все тот же новичок-верстальщик, однако, тем не менее, он готов искать решения, даже если он понимает, что самостоятельно не может понять, как сверстать тот или иной блог, он постарается посоветоваться с коллегами. Искать коллег он может, например, в тематических сайтах, если, например, компания маленькая, и он всего лишь один верстальщик в данной компании. Либо второй вариант – обратиться на сервис Frontend Help, где может задать вопрос по верстке сайта. Ну или воспользоваться гуглом, в конце концов. Именно из таких новичков и получаются замечательные специалисты. И заметьте, в этом видеоролике я ни разу не сказала о том, что мне был бы важен его диплом. Как вы видите, здесь важны именно навыки и то, хочет ли человек развиваться или нет. Замечательная новость заключается в том, что ваш уровень зарплаты никак не зависит от того, есть у вас диплом или нет. Кто бы что ни говорил, но на самом деле есть всего два фактора, отличающих хорошего программиста самоучки от плохого. Первое – это ответственность, и второе – это скорость самообучаемости. Ответственность – это когда ты готов потратить время на то, чтобы понять и изучить ту проблему, с которой ты сталкиваешься при разработке сайтов. Также это то, что ты стараешься не отвлекать начальство по любым пустякам. Еще раз повторюсь, что любая компания ищет человека решения, а не того человека, который создает проблему. Также, если вы планируете самообучаться, то, конечно же, важна именно сама скорость самообучения. Если новые темы по программированию у вас вызывают усталость, вы не хотите это все изучать, то вполне возможно, что программирование – это не для вас. Я заметила, что у хорошего программиста самоучки, как правило, скорость на изучение новых тем постоянно возрастает с геометрической прогрессией. И даже если какую-то тему он не знает точно в деталях, то он сможет разобраться в ней на интуитивном уровне. Чтобы было понятно, я могу привести простой пример из жизни. Первая CMS, которую я изучила, была Joomla. И после, спустя какое-то время, я взяла заказ на WordPress, несмотря на то, что сам WordPress я не знала. Это был заказ на фрилансе, и на тот момент мне нужно было сделать несколько правок на CMS WordPress. Я авторизовалась в админке и смогла быстро сориентироваться с тем, где могут находиться необходимые мне файлы. Как вы видите, детально изучать на тот момент WordPress мне не потребовалось, однако интуиция меня не подвела, и я смогла справиться с той задачей, которая у меня была на фрилансе. В общем и целом, можно сделать вывод о том, что быть программистом самоучкой – это не хорошо и не плохо. Просто кому-то это удается, а кому-то нет. Также вы должны помнить, что обучение методом самообучения не всем подходит. Как мне кажется, если бы на тот момент у меня было бы больше знакомых веб-разработчиков, то, скорее всего, в код я пришла значительно раньше. Но это произошло только ближе к окончанию учебы в институте. Также я заметила, что есть такой тип людей, которые готовы только обучаться, но при этом не пробовать свои силы на практике. На мой взгляд, это тоже неверный подход. Для меня программирование – это та сфера, где я могу постоянно собраться с мыслями и начать работать. Именно поэтому мне никогда не требовался начальник за спиной, и именно поэтому я ушла из офиса достаточно быстро и пришла на удаленную форму занятости. И сейчас я продолжаю это делать в статусе предпринимателя, введя собственный интернет-проект. Если вы хотите, чтобы я рассказала, зачем программисту начинать делать свои собственные проекты, а не только делать то, что он делает на своей основной работе, то дайте знать. Также напиши ниже в комментариях свое мнение по поводу программистов-самоучек. И поставь лайк, если считаешь себя программистом-самоучкой, и также можете поставить дизлайк, если вы выучились в специальном институте для того, чтобы стать веб-разработчиком. Ну и, конечно же, подпишись на этот канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok